МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. Вначале о некоторых темах выпуска. Вся Россия в Сочи. Фестиваль современной журналистики собрал на курорте представителей СМИ со всей страны. В сочинского пастуха вертолетом эвакуировали с горного перевала. Мужчина получил травмы, упав с лошади. Золотой орел прибыл в Сочи. Ретро-поезд дал старт новой туристической программе. Почти две сотни сильнейших спортсменов в неделю будут соревноваться в Сочи. Здесь проходит чемпионат России в олимпийских классах яхт. В Сочи начал работу форум современной журналистики. Он собрал представителей СМИ со всей страны. Открытие ознаменовалось приятным сюрпризом для работников прессы. Состоялось подписание договора, в рамках которого члены Союза журналистов России смогут отдыхать на курортах Анапы и Сочи по льготной программе. В этом году Союз журналистов России отмечает 100-летний юбилей. Соответственно, и форум более значимый. 1200 участников со всей страны. И площадкой проведения стал зимний театр и гранд-отель «Жемчужина». Не только увеличилось количество участников фестиваля, но и состав изменился. Появилось больше молодых представителей СМИ. Телекорреспонденты из Ямала-Ненецкого автономного округа посчитали для себя большим подарком от руководства канала «Поездка в Сочи». Программа очень насыщенная. Мы ждем большого количества мастер-классов, круглых столов. И ожидаем, что все-таки пройдут плодотворные. Так как мы находимся в Ямала-Ненецком автономном округе, это место приравнено к территории Крайнего Севера, мы, конечно, здесь ловим еще лето, которого в нашем городе уже нет. Там 4 градуса. А теперь все члены Союза журналистов России могут чаще отдыхать на юге. На форуме подписан договор между Союзом и Росюг-курортом. Доступны путевки со скидками по тарифу журналист. Таким предложением могут воспользоваться и представители СМИ нашего региона. К слову, на фестивале журналистов самая большая делегация в составе 150 человек от Краснодарского края. Мы постарались наполнить совместно с коллегами Союзом журналистов России программу форума максимально практическими вещами, опытом ведущих журналистов, пиарщиков, практиков, медиа-менеджеров страны. Потому что время экономически очень сложное. Учиться никогда не поздно. Не всем хватает места. Аудитории Гранд-отеля «Жемчужина» переполнены. В первый день работы форума прошли дискуссионные встречи с ведущими политического шоу. Не меньше интерес вызвал мастер-класс Эрнеста Мацкявичуса. Он делился с коллегами секретами профессионального мастерства ведущего информационной программы. Самое главное в фестивалях, мне кажется, когда есть возможность что-то с собой унести. То есть вынести какие-то послания. И если это происходит, значит фестиваль состоялся. Форум современной журналистики продлится до 11 октября. Лучшие представители медийного сообщества будут отмечены дипломами Союза журналистов России. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжаем. 2000 гектаров новых виноградников заложат на Кубани в текущем году. Это самый высокий показатель за последние 7 лет. Об этом на Всероссийском саммите виноделов, который состоялся в Абрау-Дюрсу, рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил роль данной отрасли в экономике региона. Только налога в бюджет поступает 5 миллиардов рублей. Кроме этого, в виноградарстве и виноделии работают 10 тысяч человек, в основном в сельской местности. Говорили также и о законодательных изменениях в отрасли. Губернатор Кубани считает, в интересах потребителей давно пора ввести минимальную стоимость бутылки вина. У нас уже на все есть минимальная стоимость, и на водку, и на иные крепкие напитки, даже шампанское, имеет минимальную стоимость. А вот бутылка вина, она не имеет минимальной стоимости, что, естественно, выбрасывают на рынок, именно выбрасывают то вино, которое не то, что недвижащего качества его, просто и пить порой опасно для здоровья. Те люди, которые сегодня пьют вино, тоже нуждаются в том, чтобы они пили качественное вино, а вино за 50 рублей бутылка или 60, ну, качественным быть никак не может. А вот какие вина однозначно качественные, стало известно после объявления победителя международного дегустационного конкурса. Кубанские вина стали лучшими в России сразу в пяти номинациях из шести. Вековой юбилей гвардейской полиции сегодня исполнилось 100 лет со дня образования уголовного розыска в системе МВД. Сотрудники службы, рискуя жизнями, ежедневно выслеживают преступников, выявляют круг подозрительных лиц, находят потерянное имущество от мобильного телефона до автомобиля. Поздравить их с юбилеем на праздничный концерт приехали глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Лучших правоохранителей наградили медалями за доблестную службу и грамотами. Вениамин Кондратьев поблагодарил оперативников за труд и отметил, что благодаря их работе Краснодарский край – один из самых безопасных и стабильных регионов России. Сотрудник уголовного розыска максимально привержен принципу неотвратимости наказания. И насколько вы будете сегодня качественно выполнять свою службу, настолько на самом деле вы сохраните или потеряете то доверие народа, которое сегодня есть – уголовного розыска. Это зависит от каждого сотрудника. Для вас это служба. Служба, которая нужна, поверьте мне, нужна, настоящая, качественная, профессиональная для дальнейшего развития и экономического, и социального, и политического развития нашего края. Я хочу вас всех поздравить и сказать, коллеги, вы нужны Кубани, вы нужны России. С праздником! Произошло много изменений и событий. Раскрыты тысячи преступлений, пресечено множество правонарушений. Спасена не одна человеческая жизнь. Немало было сделано для обеспечения безопасности, и еще многое предстоит сделать. Всех сотрудников, всех сотрудников органов внутренних дел и, конечно, оперативников. С нашим замечательным праздником. Скорее, с праздником вас! С начала года сотрудники уголовного розыска региона раскрыли больше 20 тысяч преступлений почти, четверть из которых относятся к категории особо тяжких. Раскрываемость убийств на Кубани почти стопроцентная. Сочинского пастуха вертолетом эвакуировали из горного перевала. Звонок в отряд МЧС поступил сегодня рано утром. Звонившие сообщили, что одному из пастухов на Черкесском перевале, это подножье горы Фишт, требуется срочная медицинская помощь. Несколько дней назад пастух упал с лошади, после чего ему стало трудно передвигаться. Для того, чтобы оперативно эвакуировать пострадавшего, было решено задействовать вертолет. 66-летнего мужчину доставили в Сочи на базу МЧС и передали врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу он получил травму позвоночника и перелом ребер. Лаборатория на колесах приехала в Сочи. Сегодня на площади у художественного музея любой желающий мог сдать тест на ВИЧ. Тестирование бесплатное и абсолютно анонимное. Ну а результат через 5-10 минут. Это всероссийская акция, которую проводит Минздрав страны. Расскажет Ольга Десятого. Быстро, бесплатно и анонимно. А так в передвижной лаборатории проводят тест на ВИЧ. Серафима Емельянова тщательно следит за здоровьем. Участвует в диспансеризации. Проходит медосмотры. Сегодня сдает тест на ВИЧ. С вены не брали, а брали с пальчика, что очень удобно. Все быстро, удобно. Врач как бы объяснил, что надо знать о СПИДе. Процедура быстрая и абсолютно безболезненная. Результат готов уже через 5-10 минут. Если здесь идет положительный результат, это очень тревожный сигнал. Человеку настоятельно рекомендуется пройти до обследования уже в центре СПИДа. Большая часть тех положительных результатов, которые мы отслеживали на той или иной территории, людям выставлялся диагноз ВИЧ-инфекции, к сожалению. Мобильный пункт разместился на площади у художественного музея. Это всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция». Ее проводит Минздрав страны. Она стартовала 12 июня на Камчатке. Маршрут проложен через 30 регионов, 120 городов, где отмечены наиболее высокие показатели распространения этой болезни. В группу риска мы в городов входим. Почему? Потому что мы являемся курортным городом, с большим количеством населения, которое переезжает с места на место, мигрирует летом к нам в большом количестве, потом теперь уже и зимой есть у нас зимний курортный сезон. Сегодня в 24 регионах уже проверено 32 тысячи человек. В каждом из пунктов остановки и передвижной лаборатории удалось выявить инфицированных. В Сочи, например, в прошлом году таких было 7. Всего же в городе около 2000 больных. Сегодня лаборатория работала в двух точках – перед худомузеем и в Олимпийском парке. Медикам удалось протестировать более 200 человек. Из Сочи медэкспедиция отправится в Краснодар, далее Туапсе и Новороссийск. Ну а завершится акция 7 ноября в Калининграде. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. У акции «10 тысяч шагов к здоровью» появился свой маршрут. Причем в каждом районе города теперь сочинцы могут пройтись по тропе здоровья, которая пролегает рядом с их домом. Реализацию проекта, направленного на оздоровление горожан, Анатолий Пахомов обсудил со своим заместителем Ириной Романец. Акция «10 тысяч шагов к здоровью» родилась в Сочи после проведения здесь федеральной акции «Волна здоровья», которую на курорт привез знаменитый российский кардиохирург Лео Бакири. Мэр города проект посчитал социально значимым и поручил местным медикам разработать специальные маршруты. Уже сегодня примкнуть в колонии, пройти рекомендованные врачами 10 тысяч шагов, можно в каждом районе. Всего троп здоровья 12. Помните, еще 10 лет назад, все что угодно, только не спорт. Даже в школах стадионы были заросшие. Но тогда мы говорили о том, что будешь спортом заниматься, будешь до 100 лет жить. Что-то получилось. Сегодня мы видим результат, то, что выходишь утром на набережные, на скверы, на парки, везде люди занимаются. Бегут, ходят, с скандинавскими палками просто. Это хорошо. Это уже мы превращаемся в город здоровья. Все наши маршруты, которые отрисованы и пройдены нашими специалистами Департамента спорта, они могут быть использованы каждый день. Но у нас есть обязательный день, это пятница. И мы видим динамику. Мы уже три таких больших массовых акции провели. И мы видим на всех 12 маршрутах обязательно прибавка людей, потому что люди начинают слышать, присоединяются. В целом же маршруты здоровья – это базовый элемент национальной общественной программы Лиги здоровья нации, которая направлена на пропаганду естественных методов оздоровления. Именно специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что в день для поддержания нормальной физической активности человека необходимо делать от 6 до 10 тысяч шагов. Хорошее мероприятие, очень здорово, что мы их делаем. Мы город, наверное, новаций во всем, особенно в социальных вопросах. Да, не сомневаемся, будем делать. И люди должны жить больше в нашем городе. В Центральном районе очередная колонна желающих быть здоровыми стартует от здания Городского собрания Сочи уже по традиции в пятницу в 17 часов. Изучить все маршруты акции «10 тысяч шагов к здоровью» можно на сайте администрации города. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 9 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 22-24 градуса выше нуля. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. «Золотой орел» прибыл в Сочи. Ретропоезд привлек внимание не только своим названием, но и типом двигателя. Мчится, конечно, не на всех парусах. Со скоростью 60 км в час и везде без опозданий. Как будто из прошлого на паровой тяге. Правда, с небольшим казусом проехал чуть дальше перона. Пришлось, как на автомобиле, сдавать назад. Ретропоезд впервые прибыл в Сочи. У него 14 вагонов и всего 69 пассажиров. Все они любители железнодорожных поездок. Пассажиры – все иностранные туристы. Возраст за 70 лет. Состав класса «Люкс» отправился с Казанского вокзала Москвы. Проследовал через Саратов, Астрахань, Грозный, Владикавказский, Словодск, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж. Мы впечатлены. Сочи отличный. Счастливый быть здесь. Я впервые в Сочи. Здесь чудесно, очень тепло. В Москву мы вернемся в субботу. Для сочинских туристических агентств – это первый опыт встречи пассажиров, путешествующих по железной дороге. Этот проект открывает новые перспективы привлечения иностранных гостей в наш город, так как состав формируется по предварительным заявкам от зарубежных туристических компаний. Мы имели опыт обслуживания круизных судов. Это похоже, потому что по набору программы, по требованию пассажиров, скажем, с теплохода и здесь. Потому что, как правило, эти туры стоят порядка около 100 тысяч фунтов. То есть это дорогостоящие продукты, дорогостоящие туры. Поэтому требования клиента очень высокие. Для иностранных туристов подготовлены маршруты под достопримечательностям Сочи. Исторический центр, курорт и Красные Поляны, Олимпийский парк. Маршрут ретропоезда завершится в Москве 13 октября. Елена Авсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Сегодня свой рабочий день в Сочи провела уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае. Татьяна Ковалева приняла участие в работе круглого стола, где представители органов государственной и муниципальной власти обсудили систему профилактики по защите прав ребенка. В адрес уполномоченного по правам ребенка поступает немало обращений, связанных с семейными отношениями. И, как отметила омбудсмен края, значительное количество таких обращений из Сочи. Особенно часто горожане решают вопросы, связанные с определением места жительства детей при раздельном проживании супругов, а также с определением порядка общения с детьми. Зачастую решение подобных проблем негативно отражается на детях. Чтобы этого избежать, специалисты постоянно ищут новые способы решения семейных конфликтов. На этот раз это медиация – одна из технологий урегулирования споров. Развивать этот способ разрешения конфликтов в Сочи планируют в рамках проекта «Школьные службы примирения». Это альтернативный способ досудебного решения конфликтов, который основан на взаимной договоренности сторон именно в наилучших интересах детей. Мы понимаем прекрасно, что внедрение этого нового направления сопряжено с необходимостью проведения серьезной информационно-разъяснительной работы, взаимодействием с семьями, нацеливанием сторон на то, для того, чтобы они находили общий язык даже при уже расторжении брака, для того, чтобы родители, перестав быть супругами, понимали, что они навсегда остаются родителями своих детей и могли уважать друг друга, находить точки соприкосновения в интересах детей. Медиация – технология для сочинских специалистов уже знакомая. Буквально на прошлой неделе в рамках декады пожилых людей для пенсионеров прошел целый мастер-класс с использованием такой процедуры урегулирования конфликтов и споров. 4 ноября на курорте пройдет ежегодный забег. Любой желающий может принять участие в спортивном празднике и пробежать по улицам Сочи вместе с единомышленниками. В 10 часов прозвучит стартовый свисток почти для 7 тысяч легкоатлетов. Спортсмены будут покорять дистанции длиной 2000 метров, 10,5 километров и полмарафон – 21 километр. Также участники могут добежать до финиша в дисциплине «Марафон для двоих». Это эстафетный бег, где половину пути покоряет один атлет, а на середине пути передает дистанцию своему партнеру. Кроме того, состоится старт для самых выносливых – марафон на 42 километра. Наравне со взрослыми атлетами побегут и юные спортсмены. Специально для них 3 ноября в 16 часов состоится старт детского марафона на 2 километра. Каждому участнику на финише будет выдана памятная медаль. Сочи принимает чемпионат России в олимпийских классах яхт. Соревнования проходят в акватории базы «Югспорт». Сочи в очередной раз принимает главный старт страны в олимпийских классах яхт. В регате участвуют 193 яхтсмена из 16 регионов страны. Это будет очень важная регата для всех участников, потому что здесь отбор в сборную на следующий год. Погода в прошедшее воскресенье, когда был дан первый старт, выдалась гоночной. Помимо теплого солнца она порадовала и хорошим для яхтсменов ветром. Дистанции было три для виндсерфинга, для скоростных классов и для швертботов. Тяжелые гонки такие. В одной гонке отличились, выиграли крайнюю гонку, собрались. Вся регата впереди. Очень ждем завтрашнего дня. Надо отметить, что традиционно на чемпионате России по парусному спорту выступают сильнейшие, в том числе олимпийские чемпионы. Гонки в акватории базы «Югспорт» в Сочи будут проходить всю неделю. Медальные запланированы на 12 октября. На соревнования по оплаванию на призы Немшилова съехалось рекордное количество пловцов. 500 человек бросили вызов дистанции. 11 лет подряд в Сочи соревнуются воспитанники спортивных школ, а дает им старт. Заслуженный тренер СССР и бронзовый призер Олимпиады 1968 года Владимир Немшилов. На открытии побывала наша съемочная группа. По словам самих спортсменов, соревнования на призы Владимира Немшилова – это тот случай, когда победа особенно дорога. Хочется быть лучшим в своем городе, тем более, когда на тебя смотрит чемпион. Эти соревнования для меня очень сильно значат, потому что соревнования Немшилова – это для меня лучше, чем какие-то другие соревнования. Потому что я выступаю не просто так, а я выступаю за свой город и за свою честь. Кстати, стартовали соревнования в дистанции на 100 метров батерфляем, ведь именно эта дисциплина стала судьбоносной для сочинца Владимира Немшилова в далеком 1968 году. Тогда он принес в копилку сборной команды СССР свою бронзовую медаль. Сегодня он в 11-й раз приезжает на курорт, чтобы поболеть за начинающих пловцов. Всегда волнение, так как это детские соревнования, а в этом году рекордное количество заявок – 500 человек. У нас сюда собиралось 200-250 человек, а в этом году вдвое больше, и волнение прибавляется. Хочется всегда у нас на высшем уровне проводить эти соревнования. Среди участников не только сочинцы, но и спортсмены из других городов Юга России. После капитального ремонта спортивной школы на улице Паярка в Сочи появилось еще больше потенциальных чемпионов. Успехи есть. Несколько ребят у нас попадают в сборную края, поэтому результат есть и стараемся еще увеличивать. В этом году мы набрали 270 первохлашек, из которых будем делать спортсменов. Из-за рекордного количества участников организаторам пришлось разбить соревнования на три дня, чтобы никто из желающих продемонстрировать свои возможности не остался в стороне. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи состоялся диалог с чемпионом. Краевая федерация смешанных единоборств предложила студентам и спортсменам обсудить бой Нурмагомедова с Макгрегором. Напомню, накануне российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову удалось защитить свой чемпионский титул, однако встреча закончилась скандалом, россиянин не удержался и в ответ на оскорбление от группы поддержки противника ввязался в драку. В актовом зале автодорожного колледжа Сочи с ребятами встретились бойцы Союза ММА России, мастера октагона Екатерина Плиткина, Асхаб Паскаев и их тренер Станислав Калмыков. Екатерина и Асхаб являются победителями крупных турниров по смешанному боевому единоборству и представляют спорт общества «Динамо Курорта». Обсуждение нашумевшего боя продолжилась беседой о секретах успеха сочинских спортсменов. Екатерина Плиткина и Асхаб Паскаев рассказали о своих трудностях, с которыми сталкивались на нелегком спортивном пути к медалям и поясам. Сочинские атлеты пригласили ребят на совместные тренировки и с удовольствием пообщались и сфотографировались с каждым участником встречи. Компания «Рыбак Камчатки» вновь в Сочи с новым ассортиментом рыбной продукции. Ее можно приобрести на выставке продуктов питания и напитков «Экспофуд», который открывается 11 октября в четверг в выставочном павильоне на площади Северного мола у Нового морпорта. По просьбе сочинцев «Рыбак Камчатки» вновь привез более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица лососевых» – редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 11 по 13 октября на выставке продуктов питания и напитков «Экспофуд» в отдельном павильоне на площади Северного мола у Нового морпорта. Круизная гавань – 4. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новости. 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 Новости.